доброе утро доброе утро мои дорогие доброе утро проснулась выспалась хорошо время 10 часов ну да может быть без двух минут только что выбежала на балкон видите жадить одетая сплю подъехала машина хлопнула дверь такие корзины на землю хлеб привезли свежий вайсбир можно идти за хлебом на завтрак можно купить творожный сыр если честно надо вынести мусор я вчера жарила рыбу и завязала пакет уже поздно жарила рыбу не хотелось выносить мусор так то можно было еще полежать но дома не воняет я пакет завязала и закрыла ведро крышкой и пакет завязала жарила рыбу хочу вчера жрала так поздно да наверное в 12 часов уже такую большую рыбину так с огурцом с перцем так жрала вкусно ой смеюсь а пресс-то качается серьезно так же вот так чувствительно пресс качается можно смеяться и качать пресс прикиньте так я придумала ой мои дорогие доброе утро доброе утречка о 10 так чё там по погоде видеть 20 20 градусов 10 часов утра ла 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 вы чё думаете встала нет я перевернулась на другой бок и вижу дальше время уж 10-17 и наставай перепады с напряжением видимо с электричеством потому что второй раз за утро уже включается кондиционер я сбегала а в туалет ходила он пикнул я взяла пульт отключила вот сейчас опять включился господи что-то с перепадами напряжения надо встать взять эти пульты отключить глядите бегает он и включился и и надо идти и там в зале точно такой же наверно не наверно ну и здесь точно такая же фигня нужно чтобы он включился а потом отключился надо открыть балкон но с голыми ножками не пойду на балкон пускай будет много кислорода много кислорода люди идут на балкона под балконом как красота такая счастливая такая я вообще чикуля платьишко и битый 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 жопка видно кассе не без трусов спала нет нужды в них включился пожалуйста чтобы не было больше всяких вот этих вот моментов не надо не надо включать кондиционер не надо нужно все нормально было с электричеством что нужно еще так мы сейчас включу новости и буду вставать доброе утро ой доброе утро ой доброе утро кофе срочно кофе но сначала оденусь посмотрите только что пикнула сегодня какая-то у нас это уже третий раз за утро а также техника может погореть это уже третий раз за утро вот он только что опять включился и также холодильник щелкает я не могу понять в чем причина у нас же есть генератор в доме не справляется что ли не могу понять это реально не смешно представлять я только что его отключила он опять включился он опять включился а я нажала на пульт от телевизора видимо какая-то проблема со светом а телевизор не включается а здесь тоже включился ну-ка подожди я посмотрю в холодильнике он поди так всю ночь отключался включался я просто не слышала нет здесь горит здесь свет есть может отключить на время так ты знаешь техника может себя погореть пиздец какой-то да быстренько поставлю кофе сварить пойдем тушь пока варится я схожу в тушь так крепкий кофе сварим почти две ложки столовых но кружка будет большая клубнику можно поесть газа нет а нет есть и вот только что не было газа даже и только что опять щелкнул этот вот он только что опять щелкнул видимо проблема с электричеством телевизорами так и не включился а чем я газовый котел от и от электричества что ли я не знаю вот эта фигня опять включилась телек включился здесь тоже полутора сейчас буду вот так вот ходить отключать кондиционеры отключила это включилась слава богу отключился телевизор это включилась кофе чё кофе горит кофе варится ты представляете что творится это сколько раз включилась отключилась это сколько раз произошло это регулятор пошел нет ни витали ничего не понимаю нет газ работает а газ и тоже не включался первоначально слушайте вот но это может не отключить электричество на 5 минуточек да отключу газ варится кофе варится пока не наладится все главное надо не забыть потом включить а если пойду в душ у меня же водонагреватель ну не пойду в душ какая разница пойду оденусь да и все попью кофе так я уже умылась 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 о чем не потому что выпью кофе даже не протерлась некуда было так зубки почистил не почистил проповоскала чистила их на ночь а чё ночью я ничего не ела рот не загрязнился кофе почти готов я включила электричество это знаете это не шуточки вот так вот перепады это уже несколько раз за утро это не шутки реально все кофе готов пока умылась кофе готов какая пенка какая пенка какая пенка какая пенка в 12 покушаем сейчас пока еще время рано чё рано есть время вон одиннадцатый час еще чё время то еще мало на балкон идем на балкон идем на балкон идем ночью спала с открытым балконом рыбу разжарила переверну камеру не вечером казалось что везде какой-то запах рыбы везде хотя я жарила с открытым балконом и естественно ночью тепло теплые ночи и потом легла спать еще наверно часа два балкон был открыт рыба была почищена я ее все завязала все еще на меня стоит птицы поют 10 38 вот так бы разобраться если бы вай фай был мой у меня был час не работал потому что я включила электричество а так у меня и вай фай работает электричество отключено можем позавтракать с вами потом вместе еще одно видео сниму горячо 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 кофе темнее ночью вы видите какой просто кофе темнее ночью я все чуть-чуть прибегла как у вас дела все ли в порядке я выспалась сегодня деньги должны еще прийти потому что а тот платеж который ушел 19 числа ну тут и ведь я то говорю так будто бы вы прям владеете полной информацией короче на деньги с отцена души за 7 месяцев моей работы на youtube 18 декабря 18 января и 19 января и кто ушли 18 января не уже там не зачислили на карту райфайзинга то есть они уже были заблокированы мтс банком они провели расследование деньги вернули в отцена и обратно выслали меня а вот та сумма еще не пришла на сегодня должна прийти днем так пришла днем где-то в два часа и это придет днем а время еще 10 40 надо вот ждать надо ждать деньги кто-то ждет ребенка кто-то ждет мужа с слов я жду деньги а горячо даже кофе не можешь нормально выпить проблем какие-то 7 с утра кофе горячий электричество нет пока остываешь еще курдом вчера днем вечером не курила а только утром рыба вчера наверно было килограмм рыбы прям сожрила так вкусно в дыму и рака как и семья выселяется с чемоданами это видимо трансферы ждал подумать что за машина стоит с чемоданами подъехали папа мама и девочка чемоданы ставят маленькая девочка такая маленькая модница передняя дверь переднюю открывает садится вперед собралась утром потрясающее утро кофе сигареты не умыто не подмыты с вечера вымылась прям до скрипа до чиста сейчас начну все делать там вывеска новая появилась сигарета страховку оформляют мой райончик разживается разживается тут агентство недвижимости там вот страховку делают парикмахерскую ремонт делают там откуда-то звук там что-то ремонтируют это хорошо поехали видимо высадились поехали так я бы вот не советовала сдавать квартиру ну или делать это официально через агентство недвижимости чтобы было все обговорено чтобы владелец был защищен и тот кто живет в квартире защищен был я бы не стала вот так вот свою квартиру ну к примеру сдавать кому-то вот абы-кабы по объявлению ну подтип на авито нет случай же был вот в махмутлаве я видела это на канале медовы или медовы медовы рассказывали про женщину из россии она сдала на год квартиру украинки и она в октябре срок аренды истек и женщина приехала с сыном на машине и та не выселялась и вот ее удалось выселить конечно же ее выпотрошили из квартиры но она не выезжала вообще блять лучше с ними не связываться ну вообще если делать если делать что-то в чужой стороне нужно делать официально это действительно так это делать нужно официально работать нельзя не как сказать без устройства оказывать какие-то услуги вот нельзя нельзя блять сигарета не запущу вас иди отсюда иди отсюда отодвинула пепельницу доброе утро мое утро началось прекрасно доброе утро лицо начинает загорать надо кстати знаете что я вот думаю надо ходить на пляж уже загорать пока солнце не активное пока солнце еще зимнее нужно чтобы тело все равно было такое ну не бледненько оно у меня не бледное ну вот сейчас можно позагорать часик каждый день чтобы быть не совсем белой как сметана потому что летом конечно же нет летом никто не загорает нормальные люди никто я вчера ходила в кепке вчера сижу на пляже айранчик купила эти киндер пингви сижу рядом какой-то кот пришел ребята играют в волейбол здесь музыка играет вчера знаете такое небо было небо такое серо-голубое и с морем сравнялось и даже заката не было видно заката не было видно у моря а потом я пошла у меня 8 часов был эфир на радио не нужно было торопиться еще будет эфир на радио я вам потом дам ссылочку еще еще будет эфир на радио мы условились нам понравилось ну какая женщина средних лет в лосинах и в кофточке в кружок перешла дорога щик 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 не видно уже перешла куда она блять пошла вон не видно не видно я чувствую по комментариям что все еще не дают покоя мои вареники надутые хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе такое ужасная кожа тоже все мое вашем это никогда не станет хе-хе-хе-хе-хе-хе а может сегодня перестать ааа дождь же обещают на выходные ну karate посмотрим будет дождь или нет может что то уже изменилось Так, сегодня четверг У меня завтра урок по турецкому Не сегодня, а завтра Небольшие изменения у меня в расписании Так, завтра в пятницу Так, погода, подождите Браузер, сейчас в Яндекс зайдем Сегодня плюс 22 перемена облачность Без осадков, слабый ветер 1-2 метра в секунду Это мы на сегодня посмотрим Плюс 22, чуйкаю Кто вспоминает, съедя за углом 21 градус сейчас 10.48, 21 градус Так, облачно, облачно Так, а как посмотреть-то На следующие-то дни В Яндексе Прогноз на 10 дней Нет, блядь Отменили дождь А, подожди, не так смотрю Да, суббота нет дождя Суббота Это попрохладнее будет Но дождя нет Вот прогноз погоды Нет дождя Сегодня плюс 22 Завтра тоже погода прекрасная Тоже плюс 22 В субботу утром плюс 16 Днем плюс 19 В субботу попрохладнее Но дождя нет Все, дождь отменили Все, дождь отменили Ямур йог Так Так Кофейное зерно попалась не промолота нормализовалась наверно все с электричеством я просто я боюсь что ну поговорить или кондиционеры два погорит да не дай бог холодильник телевизор что жуточки что ли постоянно за утро еще до того как я начала снимать уже несколько раз щелкнула какая идет в салатовой кофте ватчиках в синих лосинах тут кофта висит какая крутая рыжие волосы рыжие волосы очки солнцезащитные ну такая парафурсеточка все я проснулась так классно сейчас осознавать раньше я пила кофе чтобы проснуться сейчас я просыпаюсь чтобы выпить кофе представляете сейчас я просыпаюсь чтобы выпить кофе и начать свой день прекрасно боже там мне девушка написала в комментариях вчера когда видео открыла я была на пляже сидела читала комментарии отвечала там начали писать богатые мужчины да не про твою честь вот они тут буквально входят под этим но это не про твою честь а про чью про вашу что ли одна девушка пишет там женщина девушка не знаю а я завидую инкин так по доброму такое сообщение написала я вот работаю на четырех работах я бы тоже хотела так пожить хотя бы месяцок вот так вот беззаботно там конечно же начали обвинять что у тебя в жизни интересного а мне не надо ничего интересного меня вполне все устраивает просыпаться кушать идти на море принять душ поболтать со своими зрителями а мне не надо чуть не надо кстати даже волосы еще пока не мыла после окрашивания я их просто когда хну смывала я их смыла водой они подушку не пачкают я специально что-то сделала нужно чтобы цвет отдал сюда все не помою голову и сейчас поменяю постельное все цвет зафиксировался после смены белья я спала на на белье сегодня кучу сегодня второе 13 дней это много или мало маленький едет на велосипеде через дорогу с папой наверно с папой или с дедушкой не знаю может быть девушкой такой шибко возрастной для такого маленького ребенка здесь в турции папы молодые я сейчас общаюсь с двумя мужиками они меня младше на 10 лет я общаюсь с ними в инстаграме а сами пишут сами пищат долезут на 10 лет и вы представляете не выслали мне фотки они старше меня были на 10 лет не 40 один там даже чтобы доказать то что он что что он не женат прислал мне страничку из одевлет от сегодняшнего числа скопировал эту как сказать что он битяр это я время общаюсь с мужчинами вот куда холост я хочу жениться вот мне нравится такой я хочу жениться нет мне уже для кого вот уже в этом мозги не идет даже не предложил выйти замуж я хочу жениться я ищу жену прям начну битяр это прям из этого лет на такой сайт типа наших госуслуг на про это цель зала давным-давно но вот недавно вспомнила про этот сайт девушка говорила блогера живет в турции называется турецкие байки она говорила как проверить туркость женат он не женат вот страничку девочки запоминаем есть такой сайт эбивлет на подобие наших госуслуг и там написано семейное положение состав семьи даже если у битяр это значит холост и никогда не был женат если он разведён то написано разведён если он в браке написано там ну эвли ну ну типа замужем там нужно еще знать чуть-чуть турецкий язык но основные понятия конечно же мир тоже не показывал лоград подулами по следу зачем тебе зачем сидя со мной на диване заходил показывал какой-то морячок полосателем морячок морячок киняшка это бело-голубой жда бело-черный тоже может быть тут по тут наш парень идет по телефону разговаривает жестикулирует а мужик проехал на велосипеде это наш это наш парень причем он такой юный совсем молодой все буду заканчивать буду заканчивать пойду сниму постельное белье поставлю машину постираться 10 55 посидели поболтали видео сняли кулината и люблю свою обнимаю пока и и и